Яким из чином пораховали нас? Слава тебе, Господи, нас пораховали, але, в принципе, висновок не дуже позитивный. Нас минус 15 миллионов. Тобто 37 миллионов нараховали украинцы. Давай для начала. Перепись населения не проводилась. Это не перепись. Это из серии, говорит, сколько будет дважды два. Ну, когда это 7-8. Вот мне кажется, что вот это наглаз, который озвучил в ту билет, эти данные, они, там, разная методика бы использовалась при подсчете голосов, сколько людей вообще, да? Но так ли это до конца? И люди ли они? До конца, да? И все ли они находятся здесь или не здесь? Ну, если шутить, конечно, называется, был такой лозунг «кохаймося», да? Ну, явно плохо кухалося. Или надо быстрее, или больше, или снова, или как-то, ну, вот что-то не пошло. С другой стороны, Зеленский констатирует, что будет считать успешным свою деятельность, когда украинцы начнут возвращаться. Ну, мне кажется, что они вот на этой электричке «Фаста в Берлин» будут только быстрее за полтора часа уезжать, чем действительно это остановит какие-то... С другой стороны, там же к этим показателям очень много всего привязано. Это и прожиточный минимум, и количество депутатов, и густонаселенные районы, и развитие мегаполисов, и, ну, масса всего, вообще вся статистическая машина должна переориентироваться на другие данные. Плюс, смотри, у нас подскочит ВВП на душу населения. Слушай, если нас меньше, значит, мы явно зарабатываем больше. То есть экономика растет. Это сразу показник чудовый. Не кажется, а когда там, условно, будет 15 миллионов, вообще просто бывало. Да-да-да, 15, а 10, то мы тоди могли бы, встречаясь с президентом Франции Макроном, класти ноги на стил, взагалі. Потому что, ну... Спросить, не надо тебе отсыпать? В кармане для мелочи завалялось там два бюджета Франции, не хочешь, мы тебя можем подсобить. Смешно, но грустно. Потому что, во-первых, мы видим, что у нас очень сильный перекос и нехватка мужчин. Потому что, скорее всего, все они на заработках во всех направлениях возможных. Также мне было бы интересно посмотреть уровень, как у нас вообще стареют граждане. Доживают ли они до пенсии? Потому что, знаешь, сейчас очень угрожающая тенденция не только с трудовой миграцией, образованием, но и с медицинским обслуживанием. И вообще изнашивается организм человека в Украине гораздо быстрее. Мне нравится, что такой есть мем, когда нарисован такой пожилой мужчина, знаешь, уже седовласый, с бородой. И написано, в Украине вообще несложно жить. Андрей 34 года, знаешь. Вот это очень отвечает действительности, потому что непросто здесь это все происходит, но не теряем энтузиазма. Энтузиазма не втрачаем. А вот я подумал, ну, человеков там співвідношение десь 20 на 17, тобто на 3 миллиона человеков меньше. Может, и рациональнейше треба человеков використовувати, ну, не потрібно нам оцю шлюбу, де человек и женщина. Может, как раз человек має там дві дружини мати и вторые дружины, якось, вот так. И, ну, чтобы не было самотних людей. Бо самотні люди, вони не народжують. А якщо самотня людина не народжує, то нас буде зменшуватися. Потому что ты помнишь, как послевоенные фильмы показывали, ну, там, проблему в тогда, в советских фильмах, что на танцах не хватало ребят, да, девочки стояли, парами танцевали, да. Потому что на 10 девчонок, по статистике, да, тут у нас по статистике вообще там не хватает. И эта проблема действительно может появляться все острее и острее. Тем более, что давай понимать, что молодое поколение украинцев очень часто не связывает свою судьбу пока с будущим государством. Эту тенденцию надо менять и очень-очень срочно. То есть эти уже показатели, они не просто тревожные. Там уже надо бить в колокола и решать очень острые вопросы. Также надо понимать, как проводился этот опрос. Если ты видел в 95-й квартал уже на эту тему шутил про перепись населения, там делали выступление Ткач и Кашевой, как вообще это проводится, насколько адекватно, потому что это как раз начало января, и не было ли это все на глаз условно, да, там, а, думаю, что вот так. Смотри, нам же говорили, что будут учитываться там какие-то данные миграционной службы в том числе. Как должен проводиться перепись населения? Все-таки от двери к двери, и это заполнение в планшет определенных данных, проверка по базам данных, там, банков, мобильных операторов, еще чего-то, ну, вызывает, на самом деле, очень много больших дискуссий. Но то, что от этого будут пересмотрены экономические показатели, если это будет, конечно, то, если бы бралось все в расчет, мне кажется, что для галочки надо было показать, что что-то происходит. Напомню, что обещано было сделать только два тестовых опроса населения, по-моему, Абалонь и Барышевка, если я не ошибаюсь, в Киеве отдельно какой-то район протестить, и Киевская область. Пока видим, что другим путем идут товарищи. Субтитры сделал DimaTorzok